Привет, это Ребуар. Ну, Акро вышел новый видосянчик, называется Родители против Квадроберов, скандалы запреты и Мия Бойка. Сейчас, блядь, из-за этой Мии Бойки Квадроберы просто везде. Сказала женщина какую-то ню, и все начали это подхватывать. Чё я думаю про Квадроберов? Если это дети, нормально, пофигу. Мы развлекались тоже всякой хернёй, я вон вообще, типа, брал большую коробку из-под холодильника, и мы по ней катались, в ней, точнее, катались по двору. Гениально было. Но если человеку больше лет 15, по-моему, это уже странная, короче, фигня, особенно если бросается на людей, не надо так делать. Но если дети, почему нет? Блин, это нормально, по-моему, не? Короче, давайте посмотрим ролик. Ну, прежде чем начать смотреть, кстати, да, не забывайте подписываться на Бусти, на Телеграм-канал, ссылки в описании. Всех там жду, вас там жду, и там очень интересненько. Ну и поехали посмотреть. Кто такие Квадроберы, и чем они напугали родителей и уполномоченных людей? Это субкультура направлена на расчеловечивание и дебилизацию, именно так. Это не понравилось родителям, дети которых стали изображать из себя животных. Все страхи именно от незнания. Всех родителям это не понравилось, потому что та девочка, которую оскорбила Мия Бойко, мама, да, она была как бы не против, поэтому не надо говорить за всех. Нет, непринятие нового. Ну, такой уж у нас народ. Какого нового? Откуда они взялись и как это движение связали с людской агрессией? А сегодня детишки стали адептами субкультуры фури. Адепты. Направление, как неукротимый лесной пожар охватило весь мир, и Россия не стала исключением. Многие растут с запада. Я считаю, просто день. Все животные на западе, да, поэтому все филят растет с запада. Все люди теряют индивидуальность свою. Как певица Мия Бойко осудила восьмилетнюю квадробишу на сцене. А она что, пошла? Еще какой-то, блять, подкаст? Я думал, там ее, типа, детская травма какая-то, а она на подкасте. И что это вообще за дичь такая? Ты тут у нас котенок, и ты квадробик, не дай бог. Не дай бог. Кто-нибудь еще это поддерживает из нас? Я погрузил... Не, ну вот она, вы, конечно, уню полную сказали, но, типа, ребенку такое говорить при большой аудитории, вы, ты че, ебанная женщина? Очень странные вещи, не отходите. Как будто бы в первый раз! Ой, квадроберайте, я думала, это вот сказка. Думала, это сказка? Ты, женщина, живешь в интернете, алло. Узивили, популярно стало благодаря ему, и это не вечно происходит. Все массовые здреб. Блин, какая она странная. С каждым годом я узнаю что-то новое. Ну вот только знаете, пока кто-то открывает для себя новые физические законы, читает там труды Аристотеля, к чему пришел я? Квадробером. Ну еще полгода назад я не знал, кто такие квадроберы. Наверное, полгода назад я тоже вот об этом не знал, потому что это было не все популярно. А еще пару недель назад я не знал о существовании такой певицы... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, как ми... Не, ну я че-то имя просто где-то слышал, я даже не знал, как она выглядит на самом деле, ни одну песню не слышал. Яобойка. И я, возможно, вас удивлю, но я как-то с этим жил. Нет, я, конечно, периодически чувствовал пустоту в своей душе. Блять, вот меня Бойко явно закроет. Но я что-то не уверен, что эту пустоту мне нужно было заполнять именно этим. Вообще нужно уточнить, что всяким субкультурам и движениям уже много-много лет. Люди всегда сбивались в какие-то группы, где могли разделить их интересы. Обожаю эту игру. А иногда дело бывает даже не в интересах, а просто в желании избавиться от одиночества. Я сам никогда не был вхож ни в какие субкультуры и движения. Я так же. Жения. Как минимум, потому что я и без подобных излишеств получал люлей в шкуре. Блять, я тоже за. Да не особо хотелось уступить, блять, ситуацию. Понимаю. Блять, про меня просто сказал. При жизни видел всякое. Я видел Эмма и Готов. Я видел Чивакари-данса в торговых центрах. Ну и... Не видел. И, конечно же, Женщик. Только на видосы. Да Фурей, куда без них. Фу... Хорош, что не Курей. Хотя Курей я тоже видел. На столе. Куретень последние годы тянется за мной. У меня есть комикс по моему сценарию. А у меня есть админ. Блять, кто понял, тот понял. В Телеграм подписывайтесь. Сзвоним у Даны проблемы, где главная героиня крольчиха. И живет она в мире зверей. Ну бывает. И частенько я получал реакцию типа. Фу, Фури, зачем это Фурятина? Хоть почему не... Никто не читал этого Блэксада. Хотя я тоже не читал, но говорят шикарно просто комикса там фу... Да было без фурятины. То есть у людей сразу просыпались ассоциации либо с тематическими картинками 18+, либо с какими-то неадекватными представителями среди людей в фурсьютах. А когда я задавал... Фурсьют... Это самый главный ответ. Сегодня пойдет речь, что же вначале обозначались как фурии. Вот какого типа сообщения были во всяких телеграм-каналах, когда все только началось. Обстановка в Новосибирске. Зумеры фури захватили город. Это уже не смешно. Захватили. Чуть 5 фотографий были на весь город. Новосибирск все-таки не маленькая штука. Не смешно! Не поняли, да? Вот это захват города, я понимаю. Надо будет целый спецназ вызывать для освобождения. Но позже... Два. За такими ребятами закрепился другой термин. Квадроберы. Я квадробер. Я, я квадробер. Пикни квадробер. Кошечка квадробер. Что такое пикни? Итак, люди, которые живут не в той части интернета, в которой почему-то живу я, я все вам поясню. Давай. Интересно. Квадробика это своего рода спорт, заключающийся в передвижении человека на четырех конечках. А, вот это пошло, не знал. В частности, их имитирующие наземные передвижения животных. Чаще всего имитируются движения лошадей, кошек и собак. Бля, откуда это сейчас знакомо как будто? Любопытное развитие. Но вообще, мне бы не помешало развить мозг, рефлексы, чтобы лучше играть. Чтобы лучше, блядь, продавать рекламу. Там постоянно улыбка наступает. Все новости. Это где? 100 тысяч серебряных носов советскими по ним годы скоро закончится. Если у вас сейчас реакция типа, ой, это молодежь, чего только в наше время понимаешь ли, не придумает, то должен вам сказать, что начало этому движению было положено еще в нулевые годы. Особо это дело популяризировал японец Кинити Ито по прозвищу Человек-обезьяна, который в 2015 году установил мировой рекорд. Мировой рекорд из одного человека? Ну типа, камон, типа, там, наверное, никто соперничества не это... Не было соперников. Он пробежал 100 метровку за 15,71 секунды на четырех ногах. Ну это быстро, на самом деле. Иронично. Мне кажется, я на двух дольше буду бежать. Ведь Ито еще в детстве дразнили, называя обезьяной. И он решил превратить этот, казалось бы, обидный ярлык в собственный триумф, изучая передвижения обезьян и копируя их. А как вы боретесь с детскими травмами? Отношение к подобным... Он стал, бля, известным. В узких кругах, потому что я о нем первый раз услышал. Спортам у общественности разные. Кто-то впечатляется, а кто-то считает откровенным... Идиотизмом и превращением спорта в какой-то фарс. Вообще не вижу здесь никаких проблем, типа, камон, чувак. Все-таки это как бы спорт. Тут даже помимо ног еще и руки, блин, задействованы. Хотя, как видите, Ито даже справлялся без маски животного. Тем не менее, движение квадроберов на этом не остановило свое развитие. У них есть свой флаг и даже гимн. Не знал. Только в России, да? А гимн в всем мире есть? Кто это? Хотя многие охотнее воспринимают как гимн вот эту штуку. Наша подроберская жизнь бывает сложна. Я что это, что-то первый раз слышал. В юности даже моя семья заболела меня. Окей, вы, наверное, спросите, почему это явно крайне не массовая субкультура внезапно достучалась до кучи детей. Потому что стало массово. Конечно же, все растет из тиктока. Естественно, все говно идет с тиктока. Куда же без него? Но ютуб тоже не прошло. Говно я в плане того, что типа вообще все в принципе. Сол стороной. И видео под названием «Введение в квадробику», которое было залито еще в 2015... 600 тысяч просмотров, это же мало. ...году внезапно завирусилось в 2020-м. Особенно в этом ролике людей позабавил следующий совет. Пожалуйста, не поддавайтесь искушению преследовать прохожих, которые останавливаются, чтобы посмотреть... Они начинают преследовать, да? Вот это, конечно, уже жесть полнейшая. Зачем это делать, понятно? С трудом могу понять, почему у меня вообще должно появиться такое искушение. Блядь, у некоторых появляется! Блин, никто бы это не обсуждал, если бы люди не кидались иногда, да? Ну я просто в такую позу не вставал, возможно, из... На камеру. Из-за подобного мозг начинает работать иначе. Ну что ж, как на всю эту тему с квадроберами отреагировало общество? Ну, конечно же, с восторгом. Это... Мы принимаем это и будем кекать и осуждать, да? Субкультура направлена на расчеловечивание и дебилизацию. Именно так омбудсмен Татарстана Ирина Волынец видит последствия популярности западного движения, участники которого пытаются во всем подражать животным. Но... Ничего, что мы и так все животные. Порой в образ вживается уж слишком сильно. А в той же Казани уже есть жалобы, что человекоподобные на четвереньках... Человекоподобные, блядь, как будто бы это какой-то мутант. Настолько слились с природой, что стали бегать и кусать прохожих. Их все чаще можно встретить на улицах города, они передвигаются как... Смаску с нее я сняла, что ли? На двух ногах, так и на четвереньках. Называют себя квадроберами. В связи с чем... Блядь, рассказ прям какую-то банду страшную. Появились призывы признать перевоплощение в животных деструктивным и даже ввести административную ответственность за привлечение к субкультуре детей. И вот с... Детям бывает вопрос... Блядь, что, взрослые будут их привлекать, что ли, что за прет внесут? Привлечение к субкультуре, это что? Если кого-то просто зовут, ну там, побегать на четвереньках маски. Это уже должно привести к ответственности? Походу, да. Все, чувак, и давай деньги. Или все-таки речь про укусы? Но я полагаю, кусать других людей в любом случае наказуемо. Да, это как бы, ну, я это бы сказал. Типа, хочешь передвигаться на четвереньках иногда, да? Типа, вот это... Ролевка такая, да пожалуйста. Просто имей... Как это сказать-то? Слово забыл. Короче, не всегда, во-первых. А во-вторых, нафига на людей бросаться? Это вообще не круто. И неважно, носит ли твой обидчик маску волка, и в какой позе он находился во время укуса. Или типа, когда тебя кусает на четвереньках, ощущения более болезненные. Одно и то же больно. Это не понравилось родителям, дети которых стали изображать из себя животных. Вы всех опросили? Это целая субкультура. И возраст тут не важен, но важно оказалось многим людям. Прикольно открывается маска. Которые попросили омбудсмена Ирину Волонец субкультуру Фури отменить. И Фури такие, а че в смысле? Я в этом костюме еле дышу. Куда тут еще кого-то кусать? Блять, маска только есть, да? И растут с запада. Есть основания. Ноги растут из жопы. И на всякий случай. Не полагать, что кто-то занимается режиссурой этого процесса. Режиссурой? Какой, блять, режиссурой? Режиссурой процесса. Что, Стивен, мать его, Спилберг тайно снимает детей на улицах России, потому что ему больше не дают работу в Голливуде? Забавно, что представители родительского комитета скорее поверят не в то, что дети могут заниматься странноватыми вещами, что... Потому что они дети. ...детям. А в то, что есть какой-то коварный кукловод, который дергает за ниточки. Это просто такая шиза. Тема существует, и она намного глубже, чем кажется, на первый взгляд. Общественность уверена, это может влиять. Надо было перед этим роликом купить Камазку Квадробера. Ну, точнее, какой-нибудь кошечке одеть, и так сказать. Я Квадробер, блять. Ха-ха-ха, сучки. Это на психику. А у меня только маска на него состоит. Ну, это не то, одевать не буду. Я считаю, просто дети и люди теряют индивидуальность свою, одевая маски и не показывая себя такими, какими они есть. И вот, честно говоря, тут... А может быть, они такие и есть. Ну, в плане того, что они как раз-таки индивидуально и показывают, что им это нравится иногда. Я уже не понимаю посыл. Я почти уверен, что эта дама в свое время ходила на какие-нибудь детские утренники с масками животных, как и большинство в этой стране, я полагаю. Но при этом никогда не поднимался вопрос, что данная детская забава лишает нас индивидуальности. Более того, я почти уверен, что если бы на горизонте не появилось это самое слово Квадробер, половина родителей бы вообще не заморачивала. Звучит как-то очень странно. Многие, как только слышат какое-то непонятное западное слово, которого не было в их детстве... Джейн пытается его произнести, и получается... Но... Сразу бьет... Флюгинг... Блин, я не помню, как там было стоп-салота. Ют панику, толком ни в чем не разобравшись. Вот он, к примеру, я с ушами кролика в детстве. О, я нашел такое. Фурия, я Квадробер. На кролика, правда, не похоже, это просто какие-то антенны, ну ладно. Или все же просто ребенок с долбанными кроличьими ушами. А четвертого варианта не будет? Что-то не канон. Могу точно с уверенностью сказать, что я никого не кусал. Угу. Против их воли. И такие случаи действительно имеются, по крайней мере, если верить ряду СМИ. В Краснодаре девочка-квадробер покусала ребенка. Покусала. И он стал, заболел бешеным. Юная участница движения квадроберов укусила девочку на детской площадке в Нурманской области. Но довольно странно, что... Как сильно или вот так вот? На подобные новости имеется вот такая реакция. О чем родители думают, когда покупают все эти маски и хвосты детям? Ожидаемо. Не покупайте. Пусть ребенок остается человеком. Ожидаемо то, что если они оденут маску, их хвосты будут кусать людей? Не знаю, я такого не ожидаю. Но знаете, тогда не нужно покупать детям маски какого-нибудь Человека-паука. А то полетят, блядь, с крыши. Вдруг он полезет на стену. Ага. А еще лучше не покупать даже пластиковую гитару. А то, не дай бог, ребенок займется музыкой и потом наложит на себя руки вдов... Усуждаем. ...вадцать семь лет. То есть, просто задумайтесь. Блядь, вот это, конечно, у него эти аналогии. Мы живем в моменте, когда купить ребенку маску стало чем-то диким и аморальным. Разумеется, конкретно подобные проявления с укусами явно стоит осуждать. И, как я понял, есть уже отдельный термин конкретно для подобных индивидуумов. Довольно часто путают нас с агроквадроберами. Ебать, про слово... Приставку агро вставили, да? Агроквадроберы это... Аква. Это как раз таки люди, которых ненавидят все общество. Это люди, которые кусаются, сильно вживаются в образ животного, едят там корм животный. Таких людей не любит никто, включая даже самих квадробер. Многие мои... Ну, это, знаете, это просто как это... То же самое в ДОТе-то какая-нибудь, да? Комьюнити мудаков. Ну, типа, очень много токсичных людей. И судят игру по ним. Ну, как бы просто по определенному кругу лиц нельзя судить всю субкультуру. Так же, как, например, с этим самым с какого. Вот эта вот женская штука, как я забыл, называется там, блядь. Феминизм. Типа, хорошая вещь. Ну, просто есть токсичные вот эти вот феминизм, которые больше всех орут, больше всего требуют, б**буются. Вот это на... и не нужно. А просто сам феминизм, это нормальная штука. Ровесники наверняка имеют успешный бизнес, вот это вот все. А я пытаюсь разобраться в сортах квадроберов. Но буду себя убеждать, что... Всего два, агро и обычные. Что я ни о чем не жалею. Все страхи именно от незнания и от непринятия нового. Ну, такой уж у нас народ. Ну, и много не очень лестных стереотипов. Это то, что все квадроберы кусаются, едят кошачий корм. Мама, я хочу льва Аслана. Но у нас есть лев Аслан дома. Лев Аслан дома. Вообще, конкретно касательно отождествления... Териантропы. Виние себя с определенным животным есть отдельный термин. Териантроп, но уже не будем в это особо лезть. Впервые слышат слово. Казалось бы, ну просто лай. Он может кого-то напугать. Кто-то может оступиться. Меня напугать может все что угодно, б**ть. Свист какой-нибудь, я уже пересрусь. Или просто машина проедет. Ты чё, машина запрендить? Неловко упасть. Это уже чревато разбирательствами в суде. Ты б**ля, я саму смешно. О взыскании компенсации морального вреда. За то, что чувак залаял? Эх, б**ть, что? Ох, ребята, вы не представляете, сколько видео с квадроберами я посмотрел для этого ролика. Так что если можно взыскать что-то в плане морального вреда за такое, то, чёрт возьми, вот мои реквизиты. Нужно понимать, что у этого негативного ш... Кто не проверил его реквизит? У Шлифа есть своя сторона, которая выходит за пределы комментариев в интернете. В Волгограде группа подростков закидала камнями девочек-квадроберов. В Новосибирске квадроберам залили глаза баллончиком. А депутат... Нахера надо вот такими быть, я не понимаю. От Виталий Милонов внезапно пнул Восток. Мы все понимаем, что все вот эти идиотские штуки, они приходят с Востока. Пяще всего из Японии, из Кореи. И вот эти нелепые, одетые там слонами... Милонова вообще можно не слушать. Он, блин, как бы говорит всякую ню постоянно и всё. Этими кошками, пислыми подростки, они исчезли. Через полгода уже... Надеюсь, это не угроза. Разумеется? Будет, блядь, сам будет истреблять. Начали появляться сообщества анти-квадроберов, у которых, вы удивитесь, тоже есть свой гимн. Подроби, кашиза, фури-бет. Готовься, уже достаю пистолет. Осуждаемо такое, блядь, это ещё и ПИИ сделали, да? Ого, полегче! Но вообще, на удивление, во всех новостных сюжетах, что я смотрел, всегда были представлены разные взгляды. В том числе, крайне лояльные и позитивные. Маму такое перевоплощение дочери не настораживает. Напротив, поддерживает, даже развивается театральное мастерство. Более того, некоторые положительные взгляды даже удивляли меня своими формулировками. Неужели, блин, не только отрицательно, но ещё и положительное вставляют? Первый раз такое? Есть такие основания, когда духовность человека развивается именно благодаря подражанию животным. И это целая техника развития духа, развития человека. Это известно. Не слышал об этом, но, блин, прикольно. Так говоря, не уверен, что многие из детей, прям-таки, развили свой... Да нет, конечно, вряд ли они из-за этого это делают, просто им весело. ...дух, но в любом случае, будем честны. Телевизионщики легко могли бы сделать из всех этих новостей про укусы сюжеты, типа квадроберы пожирают друг друга и скоро доберутся и до вас. И всё это, конечно... Это же каннибализм какой-то. ...что влияние Запада по массовому зомбированию населения. В целом, по сути, хайп по квадроберам поднялся 4 месяца назад. И мог бы там же примерно и стихнуть. Если бы не Мия Бойко... Ну, на шахматной доске появилась неожиданная фигура. Знакомьтесь, Мия Бойко. Возможно, она известна вам такими культовыми композициями. А, культовыми, блядь. ...как Пикачу и такими западающими в сердце фразами, как... Тяу? Тяу, 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 это что ли? ...пендриваться, я не шарю за музыкальной... Вообще, первый раз слышу ее. ...отворчество артистки. Но инцидент, по сути, с её музыкой не то чтобы связан напрямую. На своём концерте Бойко вывела девочку, которая потеряла в толпе маму из зала на сцену. И, разумеется, это было самое подходящее время, чтобы задать... ...чтобы доебаться, да? ...жизненно необходимый вопрос. Девочка потерялась. А ты у нас кто? Как тебе зовут? Я зовут Парьяна. Парьяна, можешь сразу, пожалуйста, всем ответить на вопросы, интересующие меня уж так точно. Ты тут у нас котенок, и ты квадробен, недальше. Вот, блядь, вообще не умеет с детьми обращаться человек. Кто-нибудь ещё это поддерживает из вас? Я вообще не понимаю, структуру этого вопроса. А если бы девочка ответила, что она котенок, тогда всё было бы нормально? Но какая разница, типа одно исключает другое? Знаете, в жизни есть один глобальный роковой выбор. Либо ты котенок, либо ты квадробер. Сделать... Блядь, а можно я человеку могу сказать? Правильный выбор, он определит всё ваше бытие. Или просто дело в том, что слово котенок русское, и... Ооо... Он не режет исконно славянское ухо человека, который называет себя Мией Бойко. А чё это не... Мари, как-то это чуждо нашему русскому духу. Бля, хорош, прям доебался. Ты же человек, малыш, ты красивая девочка, посмотри какая. Зачем тебе быть кошкой? Потому что я так хочу, я так вижу. Чё-то доебалась, блядь, до неё. Просто некоторым не нравится. Блин, она уже вот прям плачет, бедняжка. Блядь, еще надо больше заниматься. Это еще и занятие, да? Вот... И еще, блядь, держит. Сука, это просто отвратительный нахуй поступок. С Егором ш... И ладно, окей. Даже если она в тот момент не подумала, извинись. Все, от тебя никто больше еще не требует. Она начала себя защищать. Гений, сука. Чипом плясать на фоне Пикачу. Вот это серьезно, вот это уважаемо. Ой, квадроберы эти, я думала, это вот сказка. Казалось, что это существует. Нет, просто осознайте ситуацию. Даже если эти самые квадроберы этой Марии однажды в утреннюю кашу нагадили, и она очень сильно на них обиделась, есть же какое-то элементарное понимание ситуации. Маленькая девочка потерялась. Это уже стресс. Вот она на сцене, и на нее смотрит куча человек. Это уже, как минимум, эмоциональное переживание. Может, все-таки стоило воздержаться от вопросов, типа, кто ты по жизни? У Бойко там что, какой-то недостаток песен в репертуаре, что она вынуждена как-то растягивать шоу рубрикой «Унижение маленьких детей»? Не, ну это прям реально... Может, ради этого и ходят на концерты, Мия и Бойко? Детишки, да, чтобы посидеваться над другими. И что меня поражает, ну сделала ты, допустим, в неадекватном состоянии какую-то глупость. Но если верить сайту Daily Afish, она сама опубликовала запись всего этого у себя в ТикТоке. Ну да, все должны увидеть, как ты самоутвердилась на фоне восьмилетней девочки. Родина будет тобой гордиться. Пиздец. Имия даже в ответ накатила в Телеграме пост. Квадроберы, как и другие, абсолютно чуждые нашему обществу веньям. Хе, как ей ответили, блядь, чуждые твои синие волосы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, кто я не помню. Пришли к нам... А, Собчак, по-моему. ...запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом. Я не могу молча смотреть, как дети не просто переодеваются в костюмы животных и... Это такое лицемерие просто жесткое. Мила бегают по парку, нет. В некоторых случаях они едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей, кусая их. И выполняют подобные задания о других квадроберов в специальных группах в... Чё нанесёт? ...соцетях. Давайте называть вещи своими именами. Ты чё, решила, блядь, это, побороться за справедливость? Сиди песни свои пиши. Это ненормально. Социальный работник. И я лишь хочу обратить внимание всех на эту проблему, ведь мы в силах оградить своё общество от этого разрушения. Допустим. Да вот только девочка, что ела из миски на твоём концерте, может, она пыталась тебя искусать? Нет, она просто стояла, и ты начала с ней диалог про квадроберов. И, бог, лучше бы ты на этой сцене поела из миски, чё... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Никто б тебя не осудил, блядь, делай чё хочешь. Ты высказала то, что высказала. Блядь, не высказала, а выстрала, может быть. Уважаемый товарищ Мия, если ты такой борец с забугорным влиянием, то я жду, когда ты в своём клипе срочно заменишь Пикачу на Чебурашку. На Чебурашку. А то это как-то неправильно. Да, вместо этого Мия не прогибается и продолжает гнуть свою линию. Просто человеку не допирает, блядь, то, что она сказал Ню. Ну, типа, окей, это твоя мысль. Ну, нахера так вот людей-то оскорблять? Шипят, мяукают, пристают к собакам. Мяу! К собакам пристать не буду, они меня покусают. Кусаются, могут быть агрессивными, но... Тоже может быть агрессивным. То есть, если вы даже поищите в поисковике определение слова квадрата... Вы увидите странные видосы. Вы увидите странные видосы. Не все такие, прикинь. Не надо осуществлять один случай со всеми людьми. И вы также увидите определение, что это направление аморальное. И знаете, если... Где это такое она увидела? Википедии? Или человек с ней, я считаю. Если еще можно принять то, что ребенок может творить всякие глупости в маске и с хвостом или без них, то вот когда взрослая девушка может позволить себе подобное, вот это действительно страшно. Согласен. Для меня удивительно то количество хейта, которое потом на тебя влилось просто. Нифига не удивительно, блядь. Представляю прекрасно. Я бы тоже похейтил, если бы был хейтером. А я просто говорю свое мнение о том, что она сказала полную и неу, и не может это признать. Это отвратительно. Для меня не удивительно. Почему? Потому что люди злые. А, ты добрая, я, да? Ты освистала бедного ребенка, блин, на глазах у всех и выложила потом у себя в телеграме. Добрый п... Дец. То ли дело ты, назначил бы тебя министром доброты и толерантности. Просто жесть какая-то. Ну и какое мое отношение? Такое лицемерие. Ты не ко всему этому явлению. Конечно, в любом движении есть проявление неадекватности среди определенных индивидуумов. Конечно, с ребенком нужно говорить, и явно не на сцене, когда на вас смотрит толпа народа. Надо пояснять, что есть грань, которую не надо пересекать, если это необходимо. Объясняй, что твоя свобода самовыражения заканчивается там, где начинается свобода других людей. Это разумнее, чем возмущаться на тему покупок масок, будто конкретно маска делает какие-то трансформации в человеке. Мы вроде же не в фильме с Джимом Керри. Блин, я бы хотел такую маску. Главное в этом диалоге с ребенком самому не потерять человеческое лицо, что, к сожалению, многие взрослые успешно делают и без всяких масок. Ну и так... Как меня бойко. Подроберы, не обижайтесь на какие-то мои шутки в этом ролике. Я просто вам завидую, ведь если я сделаю вот так, моя спина скорее всего так хрустит, что я больше вообще не встану. Жиза. Ну а с вами был Акр. Старость и радость. Жители Краснодара, 22-го. Блять, охуенный ролик получился, как обычного Акр. Спасибо ему большое. И побомбили, и поприкалывались. Все, что мы любим. Надеюсь, вам понравилась реакция. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.